Планета Бизнеса Сегодня в Италии женщины-предприниматели главным образом представлены в торговле, туризме и сельском хозяйстве. Одновременно растет число бизнес-вумен в секторе инновационных технологий. Давайте посмотрим на конкретные примеры. Мы в Неаполе, где познакомимся с одной из 12 финалисток Европейской премии для женщин за инновации. Габриэла Калучи – основательница биотехнологического стартапа, занимающегося исследованиями в области косметологии Агропрома. Ее фирма «Артера Био» хорошо известна в среде биотехнологических тяжеловесов. Необходимо развенчать стереотип о том, что в этом секторе успеха добиваются лишь крупные мультинациональные компании. Сегодня биотехнологии открыты для всех. Если совсем небольшой стартап объединит усилия с исследователями, к примеру, с местным университетом, то может добиться впечатляющих результатов в разработке новых подходов, продуктов и услуг. Фирма «Артера Био» – обладатель 14 патентов на изобретение в области ухода за кожей. Новые технологии, считает Габриэла, не тормозят, а, напротив, ускоряют интеграцию женщин в мир бизнеса. Представьте, сегодня 80% всех исследователей – женщины. Это результат их творческого мышления, упорства и высокой мотивированности. Скажите, Тициана, что предпринимается для поддержки бизнес-инициатив у женщин? Мы уже 20 лет инвестируем в компании, у руля которых стоят женщины. У нас действует комитет, объединяющий предпринимательниц. Этот проект патронируется Министерством экономического развития. В комитет входят и предприниматели-одиночки, и ассоциации «Бизнесвумен», и сообща, они поддерживают новичков. Сегодня женщины возглавляют пятую часть всех итальянских малых и средних предприятий. В последние годы Еврокомиссия активно инвестировала в развитие женского предпринимательства по линии программ WeGate и WeHubs. Эти платформы – отличная возможность получить исчерпывающую информацию о женском лице европейского бизнеса. Спасибо, Тициана. На сегодня это все. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте и в социальных сетях.